Волгоградская область Эксперты отмечают, что и за рубежом и в России сегодня распространяются в основном под виды штамма омикрон Детей для людей старшего возраста, людей, страдающих хроническими заболеваниями Мы также должны иметь в виду, что осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации Может совпадать с массовым возвращением жителей Волгоградской области Из отпусков детей и студентов с мест летнего отдыха и оздоровления Что может ускорить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией Кроме того, по мнению и прогнозам специалистов Пик заболеваемости коронавирусной инфекции в этом году Может совпасть с традиционно осенним ростом числа простудных заболеваний Для повышения уровня готовности региональной системы здравоохранения Губернатор Андрей Бочаров поставил ряд задач В том числе возобновить работу оперативного штаба и клинического совета по борьбе с ковидом И активизировать проведение прививочной кампании Должен быть актуализирован межведомственный план действий В том числе план развертывания дополнительного инфекционного кочного фонда И обеспечения медучреждений и аптек достаточными объемами лекарств и медицинских средств Также необходимо разработать предложение для профилактики взрывного распространения ковида на предприятиях Помогали наземным оперативникам и беспилотные авиационные системы В советском районе Волгограда несанкционированное место отдыха расположилось недалеко от жилой застройки Это место не оборудовано как пляж, но не проверено водолазами Акцентируется внимание, что использование указанных мест, неорганизованных, так называемых, где купание запрещено Что пользоваться ими в целях купания запрещено Самое главное это помнить всегда, что детей необходимо держать в поле зрения и не отпускать от них на водоем Участники рейда объяснили волгоградцам об опасности посещения этого места, раздали памятки с описанием мер безопасности на воде С начала купального сезона Волгоградской области утонули 28 человек, в том числе дети Есть случаи, когда люди уже погибали или дети даже погибали Поэтому мы стараемся чаще отдыхающим напоминать элементарные достаточно правила безопасности на воде И делать акцент на то, что дети должны быть всегда под надзорными родителям Профилактические рейды прошли и в Волжском Сотрудники МЧС проинспектировали их излюбленные места отдыха у воды Многие купаются на так называемых диких пляжах Конечно, совместно с представителями Восвод вручают памятки Людям разъясняют правила поведения на воде Особенно о запрете купания в нетрезвом виде и оставления детей без присмотра на воде Вот на данный период составили два протокола на территории города Волжского по статье 14.10 Кодекса об административных правонарушениях Помимо памяток, нарушителям выписывают и протоколы В закупании в несанкционированных местах предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 4000 рублей В основном люди города Волжского, граждане, гости, адекватно относятся к этим профилактическим мероприятиям, с пониманием относятся Ну и стараются не нарушать, о чем, наверное, говорит показатель, что у нас уменьшение гибели людей на воде по сравнению с прошлым годом Такие рейды в регионе будут проходить регулярно в течение всего купального сезона Сотрудники регионального главка МЧС России напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного отдыха у воды Не оставляйте детей без присмотра, избегайте перегрева на пляже и переохлаждения в воде Купайтесь только в специально оборудованных местах В случае экстренной ситуации звоните по телефону 101 или 112 Специалисты Урюпинского историко-краеведческого музея познакомили участников фестиваля с казачьим бытом и жизненным укладом прошлых столетий Гости попробовали традиционную хоперскую уху и чай из трав, а также приняли участие в мастер-классах В керамической мастерской, к примеру, научились делать традиционную народную куклу Зрителям представили и мини-спектакль об истории казачества А завершился фестиваль «Пусть льются песни над хопром» ярким выступлением государственного ансамбля «Песни и пляски казачьей воли» и праздничным салютом Первый межрайонный фестиваль традиционной казачьей культуры посетили больше 4000 человек Более 50 танцевальных пар продемонстрировали свое мастерство в танцевальных пар Среди участников и супружеская пара Станислав и Светлана Молостова Познакомились на занятиях в танцевальной студии Сначала стали партнерами, а потом мужем и женой Общее хобби стало фундаментом семейного счастья Они стараются регулярно приходить на базарную площадь и танцевать Раскрепощение, веселье, это, кстати, очень хороший фитнес Социализация, социальные танцы и очень много с людьми и взаимодействуешь, и общаешься Да, я тоже, наверное, испытываю положительные эмоции, в первую очередь веселье Ну и, наверное, главное – это самовыражение То есть можем танцевать, можем проявлять себя в танце Стать участниками фестиваля может любой желающий На специально организованных мастер-классах опытные хореографы делятся основами владения телом в популярно-латиноамериканских танцах На центральном рынке раз, два раза в месяц проходят танцы по субботам Люди собираются, танцуют сальсу, бачату, кизомбу, отдыхают, получают удовольствие 20 августа в субботу мы снова будем танцевать здесь с 6 до 9 вечера Каждый, кто наблюдает за движениями профессионалов, исполняющих эти зажигательные танцы Мечтает научиться таким же эффектным, безумно красивым, завораживающим движением Однако, помимо удовольствия, позитивных эмоций и отличного настроения Латиноамериканские танцы – возможность улучшить самочувствие и обрести великолепную физическую форму Это отвлечение от бытовой суеты, от работы Когда устал, очень даже неплохой способ проведения досуга – именно танцевать Ну да, это способ отвлечься, как-то отключить мысли Плюс в любом случае, да, танец – это плюс тебе и физическая нагрузка, и развлечение И плюс ты можешь пообщаться со своими, ну, друзьями, знакомыми по танцам По встречаться с ребятами из других танцевальных школ Базарная площадь центрального рынка стала местом притяжения волгоградцев и гостей областной столицы После того, как ее благоустроили несколько лет назад На площадке организованы более 400 торговых мест, в том числе и для дачников Созданы комфортные условия для покупателей, продавцов и сотрудников На площади порядка 3000 квадратных метров уложили тротуарную плитку Установили лавочки и урны, новые светоточки, уютные гостевые зоны, навесы и систему туманной генерации С мая этого года здесь начался сезон концертов Перед волгоградцами уже выступили фолк-рок исполнители, мастера восточного танца Для них провели разнообразные интерактивные мероприятия